Теперь в нашей местности можно посадить не только абрикос, виноград или черешню, но и редкие виды теплолюбивых цветов, деревьев и кустарников. Например, уникальное реликтовое растение гинго, известное еще со времен динозавров, можно увидеть и в нашем городе, в детском эколого-биологическом центре. Оно очень лекарственное. Тибетские монахи из него делают настойки, которые улучшают память, вообще деятельность мозга. К нам это растение прибыло в виде семян из Краснодарского края, из юга России. Мы его вырастили и вот 8 лет этому дереву, оно растет у нас вполне себе нормально, не подмерзает. Мы надеемся лет через 15-20 получить с него первые плоды. Ни для кого не секрет, что климат нашей планеты меняется. Причем в последнее время это происходит очень быстро. Естественно, его изменения влияют на жизнь растений. Они с юга продвигаются на север. Это фиксируют все ботаники, когда степные виды уже можно встретить в наших лесах. Например, тот же самый прострел, лесон трава, степное растение, которое растет в наших степях на юге Рязанской области. Но мы можем его видеть среди сосновых боров в мещере нашей. Как уверяют в эколого-биологическом центре, в нашей местности могут расти разные сорта орехов. Черный, серый и грецкий. Помимо этих деревьев в Рязани можно вырастить керию японскую. Это кустарник с красивыми желтыми цветками. Это клен американский, с которого получают американский кленовый сироп. Это растение уникально тем, что у него сок, который идет по этому растению, содержит большое количество сахаров. Гораздо слаще, чем наш березовый сок. Растет у нас вполне нормально себе, очень хорошо приживается. А еще в детском эколого-биологическом центре можно увидеть бархат амурский, пробковое дерево. Недалеко от него растет лаванда и знаменитый курильский чай. Теперь садоводы могут быть спокойны, если они, например, захотят посадить на даче редкое или южное растение. Нужно всего лишь подобрать сорт, и оно приживется. Такой опыт в Рязани уже есть.